Птички-то тебя не кусают там? Бегу на варя. Ночью бегал за птенцом по берегу. Пришли мы после ужина мыть посуду, а тут... Из черной воды черное пюре получилось. Как я заколебался полкилометра их тащить. Ух ты, ничего себе, что обнаружил. Смешаем воду с колой, и колы будет больше. А я играю с медузками. Так, в Чернобыль пошли. Игра началась. Греолит вступительный, я трепетировал. Здорово, друзья, здорово, подписчики. Сегодня мы отправились в поход вдоль Белого моря. За Солзу. Итак, со мной сегодня Макс и Настя. Идем мы сядем с ночевкой. Планируем завтра вернуться уже. Так, идем, докуда зайдем. Ну, как минимум до реки Марья, где мы один раз уже были несколько лет назад. Идем сегодня так, чисто, отдохнуть. Если погода позволит покупаться, позагорать. Ну, вроде погода, вообще, хорошая, солнечная. Место, где ночлега нам где-то надо выбрать, здесь пресная вода. А таких мест тут немного. Это либо речка Марья, там тоже вверх далеко надо подниматься, чтобы набрать нормальной воды. Либо речка Сярзинга, она далеко, 10 километров отсюда. Либо между ним еще какой-то ручеек есть. В общем, в одно из этих трех мест надо как-то попасть. Все хорошо? Все хорошо. Это хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все. Так, мне прошли еще и километры. У меня уже отваливаются плечи. Рюкзак тяжелый, еще и палатку мне накинули. Так, палатка у нас сегодня одна, трехместная. Настина. Понесем по очереди. Макс идет с новым рюкзаком. Да он не новый. Относительно новым. У меня кроссовки новые. А, кроссовки у него опять новые. У меня вообще кроссовки, ты понимаешь? Да, Макс первый раз идет поход не в Берцах, а в кроссовках. Натя, да вообще в шортах пошла. Все, практически прошли соузу. Зашли в лес. Тут и муравейник сжег. Странно. Кому-то делать было нечего. Макс, зачем тебе веточка? Сковородки. Что, закусали, да? Да. По пути попадаются ягоды, черники. Может, грибочки попадутся. Можно будет пожарить грибочков. А, как пожаришь, у нас же нет сковородки. Сварить. Палочки. Ну или на палочке. Вот так идем тут такими тропинками. Пока что. Комары, правда, одолевают. Мы с Максом тут идем, а Настя где-то по шпалам херачит. Так, вот проходим первый ручеек. Маленький ручеек. Недалеко от Солзы. И сколько ему стало? Идем, идем. Отсандали стоят щита. Порванные. Я ж наступил на них. Теперь нам надо свернуть в лес как-то. Там дальше пост охраны. А что дальше нет? Ну там, да. Зайти в лес и обойти. Итак, обходим пост охраны. Один раз когда-то нас уже тут остановили. Поэтому сейчас пойдем лесом. Так, все. Огороженной колючей проволокой. Надо как-то ее обойти. Сейчас должна тут быть лазейка. О, а вот лазейка. Вот так вот кто-то проделал проход. Старая колючка. Все, теперь мы в запретной зоне. Так, в Чернобыль пошли. Что значит, закусали? Штаны будешь одевать? Да. Это что у тебя? Шоколадка? Ну, кубыка. Баунки? О, нифига себе ты сладости, вкусняшек взяла. Ох, сколько комаров. Макс сделал себе камуфляж. Прикидывается деревом. Смотри-ка, даже комары на тебя не садятся. Думаешь, это дерево. Теперь очередь Максу нести рюкзак. Макс специально пенку не брал, чтобы вот так вот ее не тащить, да? А ты заставили палатку тащить. Никто не заставлял, это добровольно все. Ну как? Сейчас я добровольно оставлю здесь. Потому что мне не нужна палатка. Ты будешь так спать? Прикинь, без пенки, без палатки. Полпути до реки Мария прошли. Примерно два километра. Может чуть больше. Сейчас зайдем до этой речки. Сделаем там привал, обед. Некоторые товарищи тут у нас даже еще не обедали. Один я пообедал. А, да, тут еще даже не завтракал. Идешь вдоль железки, тебя прям теплом отдает от нее. На солнце камни, кстати, все камни и рельсы нагреваются. Итак, вот дошли мы до неофициального переезда через железку. Вот тут плиты стояли, видимо. Сдвинули, чтобы ездить можно было. Траншеи были выкопаны. Тоже все засыпали обратно. Вот так. Необорудованный железнодорожный переезд. Ну все. Нам либо по железке идти прямо, либо по этой дороге. Все, невозможно идти. Комары жрут. Сейчас набрызгаемся спреем. Только Настя идет, не жалуется, потому что она с длинными рукавами. Я умная. Птички-то тебя не кусают там? Ну так, получше стало, меньше кусают. Правда, с первым потом все действия этого дезодоранта испарится. Смированные воды? У меня там малый окс. Да, ты это. Экономим. Настя, а где, кстати, спрей, который покупали в Питере? А какого хер ты его не взяла? Вот это вопросик на миллион. Сейчас гоняй, ребят. В лес вообще-то пошла. Настя, ты что валяешься-то? Как обычно. Не было еще ни одного похода, чтобы Настя не валялась. Помочь? Ты что, решила отдохнуть? Да уйдите вы. Итак, вышли на берег. В надежде, что здесь нет комаров. Вот какая красота. Севердвинск видно. О, пекло. Пекло. Идешь как в пустыне. Вот туда водички наконец-то дошли. Макс весь ветками обложился. Камуфляж у него такой. Все, дошли до реки Марья. Вот такая она сейчас. Так, сейчас надо где-то найти, где перейти ее. Так, чтобы не разуваться. Перепрыгнуть. Вот здесь, наверное, можно в узком месте. Вот там есть хорошее местечко. Скамейки. Столик. Там можно устроить привал. О, здесь можно и перейти. Че толкаешься-то? Толкаешься, блин. Ноги замочил. Немножко. Да, вот здесь вот такая речушка. А дальше вот она какая. Правда, у ней вода соленая. За пресной водой приходится высоко подниматься. Значит, на полкилометра. Набрались мы до этого места. Уютного. О, как тут поменялось все. Более обустроено все стало. Костерок такой нормальный. Подвешивать котелочки можно. О, дощечка. Разделочная. У меня точно такая же в рюкзаке. Кто-то потерял. Игра началась. Поднимайтесь, мальчики. Макс, псих. Все нормально? Все хорошо? Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все, на, идти искать дрова. Хотя вон сколько-то есть. На берегу до хера плавника. Вот так вот входим тут. Собираем веточки, принесенные морем. Давай, как попадешь, так пойдем обедать. Да, Макс, пожалуйста. Не воткнулся. Не воткнулся. Ну, Макс. Походу, без обеда сегодня останемся. Да, я с этого ракурса поснимаю. Мне очень не хотелось. Вот видишь, стоило мне рядом встать. Не, ну раз я не могу не подпевать. Сосредоточился. Здесь на деревьях бананы растут на гвозде. А еще чьи-то боты. Вот так вот сидим. Сожгем боты? Едим, чай пьем. Настя там с тушенкой. Бич пакет. Макс Роллтон с тушенкой. А я сейчас буду пить чай с сухарями. Сегодня у меня чай только сухари. А, ну шоколад еще есть горький. Если кидаешь с четного количества шагов, то кидать надо топор вот так. А если с нечетного, то вот так. Ты проверял это? Только что проверил. Ну-ка давай. Блин, работает. А теперь с нечетного. А тут недалеко от нашего лагеря, в леску, расположилась землянка. Ой, нет, не землянка. Изборщик какая-то. Вот здесь такое место для кострища с лавочкой. И, собственно, вот сама постройка. Вот такая тут избушка. Миниатюрный. Летний домик. Грубероидом покрытый. Да, прикольно тут. Дверь, конечно. А что? Не нравится? О, водичка. Ноги сводит. Нет. Оккупаться я точно сегодня здесь не буду. Нормально. Да? Я по колено зашел, мне ноги стало сводить. Да. Попробуй зайти. О, Макс нашел камень. О, ничего себе, а что он не тонет? Друзья, вы видели? Нетонущий камень. Сегодня на вечер у нас есть вкусняшка. Это Эпси. И чтобы она не нагрелась, сейчас сходим на море, закопаем там ее. Блин, а если мы закопаем, то будет прилив. И вечерком попьем колу, точнее, пепси охлажденный. Бегу на варя. Спасатели мои, либо. Ничего себе, походка, Макс. Ты красавчик. Вот так вот, оставляю, крышка торчит. Так и палку здесь поставлю, чтобы не потерять ее. В всякий случай. Кстати, вообще вода тепла. Чуть Макса не убил. Макс, прицелься. Итак, друзья, начался прилив. Ничего себе тут течение в обратную сторону. О, смотри, где мы переходили. Теперь там по колено. Охренеть. Я сейчас попробую. Холодная река? Конечно, холодная. Вот это да. Да, вовремя мы перешли эту мелкую речушку Маре. Да, теперь тут, не разуваясь, не пройти. Настя, ты что нашла? Доска. Смотри, сейчас отпущу, она будет переворачиваться. Зачем? Видишь, какая она красивая? Зачем она переворачивается? Ну, так нам удобнее. А я играю с медузками. А с Сашкой никто не играет. С чего? Макс, ты что делаешь? Огонь добываешь? Да. Я делаю из обезьяна человека. Так будет с каждым. С хейтером этого канала. Приветики, друзья. Приветики. С вами я, Александр Попов. Я сегодня вечером буду запекать картошку. Вот у меня 5 картофеля я купила. Маленьких специальных таких пизденышей выбирала, чтобы они быстрее пропеклись. И вот у меня есть филе. Два куриных филе. В соусе. Это все завернется в фольгу. Вот фольга у меня с собой. Друзья. Вот фольга, вон там бутылка с дырочкой. И будет до листины. Я придумала. Колы очень мало осталось. И что, всем хватило, мы сейчас смешаем воду с колой, и колы будет больше. Можно соленую вытянутить, чтобы сэкономить в пресной. Макс, ты куда полез? На небо. На шишками? На небо. Да. Ты может топор-то скинешь? А то порежешься. Да, его подождем. Давай. Костер здесь подведем. Так, друзья. Отправляюсь за пресной водой вверх по этой речке, этому рученьку. Взял с собой гермомешок на 20 литров. Тут примерно полкилометра вверх. Вот такие тут поезда у нас ходят на немоксу. Так, вот здесь прямо видно, сейчас отчетливо видно, как вода с моря заливается прямо сюда, прямо в речку. Поэтому приходится далеко ходить за водой. Жесть, сколько комаров тут в лес зашел, сразу облепили. Какая трава. Походу, клещей тут дохера. Надо будет провериться. Ух ты, ничего себе, что обнаружил. Сеть стоит. Ой, люди даже тут сеть ставят. Да, водичка тут, конечно, не самая чистая. О! Так, чай. Ну, что делать? Другой воды здесь нет. Либо такая, либо соленая. Ну, что, прокипятим нормально. Ах, комары съедают. Блин, как я только это потащу. Тяжелый. Набрал литров 10-15. Хватит, сейчас надо обратно как все тащить. Аккуратно, не пролив. Дотащил я. Эти 20 килограмм, как я заколебался. Полкилометра их тащить. Еще комары атакуют. Так, сейчас кипятим эту болотную коричневую воду. Нормально прокипятим, зальем бутылочки. Вот такое пюре у нас, друзья, получилось. Из черной воды черное пюре получилось. Ну, вкус такой я себе. Попробую. Представь, что-то хорошее пюрешко. Беревенское. Из деревни привез картошку. Представь, что ты сидишь в ресторане и тебе принесли наисвежайший картофель. Так, друзья, пришли мы после ужина мыть посуду. А тут такое дело. Опаньки. Бутылка-то наша уже не в воде. Вода убыла. Нагрелась, наверное. Для того, чтобы запечь картофель с курицей, нужны дрова. Много хороших дров. Чтобы были хорошие угли. Сходили за дровишками. Вот, натаскали таких потолще. Читать не умею. Все, закинули картошку с курицей в угли. Сверху еще накидали сучьев. Сейчас прогорят. Сверху углами все закроется. Надеюсь, не сгорит там ничего при таком огне. Так вот сидим тут с Настей. Смотрим видос какого-то видеоблогера известного. Макс там тоже. В интернетах сидит своих. Связь тут хорошая, недалеко от Северодвинска. Что-то вертолеты тут разлетались над нами. Самолеты тоже. Что им тут всем надо? Северодвинск, наверное, летит. Я знаю, почему летают вертолеты. Александр сегодня сломал свой телефон и всю дорогу жалуется, что ему и его телки не могут дозвониться. Потому что телефона у них по факту нет. Вот, они вызвали, потому что потеряли своего племенного петуха. Вот, вызвали вертушку, чтобы его найти. Племенной петух? Да. Что это? Это в стадии такой есть один мужского рода, который осеменяет всех, всю эту стаю. Все, 40 минут прошло, даже больше. У нас, наверное, все готово там уже. Сейчас достанем, посмотрим. Вот так вот, нашел остатки от мангала. Сейчас загружу сюда. И на стол. Ммм, как вкусно пахнет. Вот такая, друзья, у нас курочка получилась вкусная. Всем приятного аппетита. Спасибо. А ты почему нам картошку не подчистила, а тебя подчистила? Я не чистила себя. У тебя же чищеная была. Ты же чистила, а куда ты чистила? Итак, друзья, только что показался на поверхности морской котик. Так, вон вдалеке вылез морской котик. О, нырнул. Пока мы с Максом гуляли по берегу Белого моря, Настя здесь уже начал оставить палатку. Настя, получается? Да. Погнали. А эту-то не надо. Зачем ты опять вот тут раскушаешься? Это как я вылезу? Да ты где, а? Да вылезай. Нет, я. Ребята выравнивают пол под палаткой. Не проще ли сдвинуть палатку просто? Нет. Все ровно? Я без понятия. Я же не внутри. Что, снаружи там не видно? Главное, ты не видишь? Вроде, ну, стало лучше, я тебе могу сказать. Так, все, все залезли. Сейчас Настя включит нам тут интересный фильм какой-то скачала. А, не сломала. Вот так вот, друзья, лежим. Перед сном смотрим фильм. Что-то в палатке душно, пипец. Вам не душно? Не душно. Время в 8 утра. Все еще спят. В палатке вообще уже находиться невозможно. Жарища там, пипец. Солнцем нагревается. Как в парилке. Сейчас разведу костерок. Приготовлю себе завтрак. Может и остальные проснутся к этому времени. Поезд на Нью-Ноксу. Здесь буквально в 50 метрах железная дорога. О, Макс проснулся. Что, вспотел, да? Зато здесь на улице прохладно. Так бы из палатки вылезти просто и спать на улице. Если бы не было кровососущих. О, у меня же есть кофе. Со сгущенкой. Так, а на завтрак будет каша овсяная. С малиной и молоком. Настя проснулась, идет шатается. Что, пьяная? Тут туфли попали. Мы уже позавтракали. Макс, вон, кашу доедает. Я доел. Моя шоколадка полностью растаяла на солнце. Да, не подумал вчера убрать тенек. Как мне сейчас ее есть. Вот что с ней стало. Просто жидкий шоколад. Так, вещи собрали. Лишний мусор тут прибрали. Чужой, не свой. Свой забрали. Некоторые сожгли. Будем отправляться. Обратную дорогу. Время, конечно, еще рано. Просто у кое-кого дела, кое-какие в городе. А Максим вчера ночью бегал за птенцом по берегу. Лошадь провокация. Без комментариев. Так, решили идти пока по пляжу, по берегу. Мы с Настей в тапочках. Макс, тапок нет. Он в кроссовках. Сейчас ему все равно придется снимать их. Принесешь ты мне? Нет. Ну, хотя, может, сейчас вода малая. Да, сейчас как раз малая вода тебе повезло. Вон, даже мель видно. Так, перейдешь. Всегда было меньше воды. Ну да, всегда меньше было воды. Потому что еще не все оттекло тут из реки. О, красавчик. И ног не замочил, да? Вот медуза мертвая. Ой, да, вот как раз. Сейчас ты ее спусти? Наверное, ее уже не спасешь. Может, мне камнем, чтобы дунуть, что-то не разлетелось. А вон еще медузы. О, сколько их тут. Вот такие тут отмели на Солзе. Людишек тут куча вон гуляет на пляже. Загорают, купаются. Да, повезло нам, что отлив. Здесь, где обычно море, песочек плотный. Чуть как с пасфальт уйдешь. На пути нам встретилась опять какая-то речушка. Вот, Макс, нормально? Или ручей. Макс опять тут надо будет где-то переходить. О, плиты тут лежат зачем-то. Может, мостик хотели сделать? Переезд. Промок? Да. Ну все. Теперь ты смело можешь ходить по воде. Ну ты псих. Желтая, одна нога сарает, другая сапает. Там в леску какие-то сооружения непонятные. Какие-то сараи, бараки. А тут куча палаток. Люди отдыхают, загорают. Все, скоро нам с пляжа надо будет сворачивать. Иначе там у самой деревни Солза не прийти. Там будут глубокие заливчики. Надо будет сворачивать в лес. Лодка какая-то металлическая походу. Точно? Лодка. А нет, не металл. Стеклопластиковая какая-то. Все, сворачиваем с пляжа, идем в лес. О, да, чувствуется тут ветра нет. Такого сильного нет. Еще припекает. Сейчас пойдем по лесу. Как бы комары не сожжали. Макс решил напиться вкусной черной воды. Из речки Марья. Да, на цвет она как чай. На вкус тоже есть. Да, как чай? Ну вот нам можно было чая вообще не брать. Воды скипятить и все. Фу, ну вот дошли до моста. Через речушку. Даже ограждений нет. Опасно так ходить. Ну все, последний поворот. За поворотом уже мост ЖД через Солзу. Макс ждет нас. Укатил вперед. Настя там сзади немножко остала. Так, почти дошли до моста ЖД. Пойдем. Холодной водичкой попьем. Здесь вот на Солзе есть колодец. Надеюсь, что он общественный. Здесь есть чистая прохладная водичка. Вот такой тут колодец. С ведерком. Да, он тут конечно мелкий очень. Ну ничего, вода чистая. Ух ты, сколько техники тут стоит. Одни Нивы да УАЗы. Обнаружил тут такую особенность. На некоторых шпалах деревянных прибиты вот такие вот металлические пластинки с прорезями. И на всех некоторых непонятно, что за пластинки такие. Может помечены какие-то дефектные шпалы. Или наоборот, новые. Особенно много таких на мосту было. Все, добрались мы до финиша. До машины. Что, как вам? Понравилось? Понравился отдых? Это первый раз. Нормально. Все, всем пока. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.